100000 миль ребята 100000 миль у меня пробег первая соточка пошла красиво смотрится короче я в нью-йорке проехал клиента потому что у него негде запарковаться на этой дороге он сзади живет там неохота линию целую закрывать поэтому я еду ищу разворот а тут таких местах в основном разворотов нет короче думаю что нужно будет проехать много миль сейчас чтобы где-то мне крутануться реально какая-то деревня такая нью-йоркская good morning my friends у нас предстоит небольшая перегрузка мы находимся в нью-йорке практически на месте разгрузки неподалеку от ротчестера машины стоят все в разброс как вы знаете потому что погрузка была сложная по пути везде поэтому нужно сейчас скинуть верхний ряд полностью понятно нижний дает и переставить все это местами последние будут первыми первые последнюю и Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok красивые здесь места в нью-йорке мне очень нравится здесь разгружаться кататься такое все аккуратненько старая старая но очень чисто и аккуратно дороги хорошие нью-йорк это моя тема я бы здесь по этим деревням сюда бы работал по городу все-таки сложнее бостоне там что-то крутится слишком много трафика здесь спокойствие очень много в рот 4 наши живет русскоговорящих украинцев очень много живет город кстати тоже граничит с канадой северный нью-йорк и здесь славян немерема закинули бмв движемся скидывать ford в 150 наш в албани ашу в албани вечерком уже в 7 вечера на этом только будет как Фрэнкенстейны стоят Время двигателя Ниссанжук Слетает у нас С прицепа И едем домой В средней линии, как обычно Супер безопасно Ох, ребята, что-то тут у нас произошло В Массачусетсе Смотрите, какое облако Что-то очень жестоко горит Или какой-то взрыв произошел Или что-то такое Не могу понять Полыхает просто Надеюсь, не атомная станция Такой черный, какой-то коричневый Дым Белый появился дым Тушить начали Обалдеть Что-то такое Массачусетс Сегодня у нас ночная разгрузка BMW пятерочка Моя последняя Машиночка Вроде бы дилер вот Но адрес неправильный Короче Там Kia Motors Мой адрес где-то Вот там сзади Какие-то офисы Но похоже Они что-то попутали Машину просто оставляю На парковке Ключи в бензобак Ну вы поняли Стандартная тема Все по разрешению Конечно же Так что Don't worry Завтра уже выдвигаемся Следующий рейс Ух, как восьмерка Заводится 550-я бешка Шикардос Вот такая вот темень Оставляем машинку Вот здесь Р.И.Дэвис Арус-Элс Чапан пешком Полмили Оказывается Адрес вообще Неправильный Неправильный Вот такая вот ситуация Сейчас будем Пойти дороги Даже не полмили А наверное Милю я проехал Километр точно Так ребята Наблюдаем Остановочку Тут передо мной Короче Пару минут назад Вилял субарик Похоже в хлам Просто пьяный Или под наркотой Я не знаю Че с ним Но это капец Че было И мент Ему сказал остановиться Там на Где дорога Короче Ремонт дороги Чувак не остановился И убегает От мента Смотрите Капец Офигеть Сейчас посмотрим Убегает Или остановился Не остановился Останавливался Это конечно жесть Я еще отстал От него Так серьезно Что-то не врезаться Смотрите Тормознул он все-таки Понял Что-то не так Сейчас будет замес А так он прям опасно По дороге Туда-сюда Туда-сюда Думаю Че такое Может что-то Невнимательно Там на телефоне А не Ведь нам что-то Под чем-то Едет Да Печально Печально Опасные люди Есть на дорогу Находимся на Тирике Ребята Встречаюсь с Димой Малыш Блогер Знаменитый На просторах Америки Нужно мне колесики У него прикупить Колесики Вон оно Оверсайзу возит Пойдем посмотрим Вот она моя резиночка лежит Вроде бы стиртаж Салам алейкум Я вам сказал Что я куритику кому-то продам Дай пять Давай Это стиры Да, Дим? Точно Не трейлер таяр Молодцы остались Молодцы Да стир А, ну да Юнистил Ага Мишки Делал пацанский комбончик За 700 брал За За 100 дает За 500 За 700 брал За 100 дает Смотрите какие Мишелины Оо Пацану Курьер продает А сам на Мишлине езжу Вот гад Давай Мишлины У тебя возьму Два передних ЛР Вот так будет ехать Не, нормальная резина Я думаю У меня Получается резина Пошла Пошла сжираться Кусками Из-за этого Вибрация идет Вот это более-менее Такая Ну только поставил И пришлось ЛМНР Ставить больше Размер Наутстока Чтобы приподнять Трейлер Потому что Слишком низкий Трейлер Лобой Вот такие вот Грузы возит Катерпиллер Видите какие Титаны стоят Колеса Новенький Кэт Снегоуборочный Похоже Да и в принципе Много чего Уборочный Такая техника Суперская А это что за резина Армстронг Такую даже не слышал Девочки Не надо Мои колеса Чтобы улетали Так что Будут у меня Гудеирчики На фронте Это же не ЛМНР Да Это обычный А нет Это Вести Настопят Да Да Это такие Как у меня Правда У меня Брестоны Да 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 Норм Хотел установить Сегодня Но видишь Наверное Не получится Но может Может будет Я хочу Сразу Шакси Купить Поставить Резину И Сделать Алаймен Чтобы у меня Уже Точно У меня Прямо Таким Куском Ты знаешь И кусками Если выедать Я так понимаю Это только Амортизаторы Передние Другого Не то Чтоб на угол А прям Кусками Не то Что да По углам А кусочкам В интернете Есть Написано Как Тред Идет Как Истасывается И каждая Вот если Кусками Значит там Такая Это Мужчина Если сюда Значит там Допустим Вот так Если То Значит Он Правда Да Есть Объяснение Ну Насколько Я поспрашивал Говорят Что Чакс А ну Какие у тебя Ну давай Глянь Мишелины Они немножко Конечно Мишелинчики Конечно Класс Хотел себе Поставить Мишелинчики Но они Конечно Стоят Сколько Они стоят По 500 Доллара По 400 Где-то Со скидкой Со скидкой Да Так Они где-то 600 Так 600 Да 650 Одно Колесо Дороговато Ну а это Плюс 11R Это же Получается Такие Высокие Она такая же Как 20 на 5 Просто она Чуть-чуть Выше Да Слушай Дима Насколько Ты это Насколько Ты поднял Свой трейлер Он у тебя Достаточно Низко Сидит Вот смотри Сейчас У меня Полная Загрузка Раньше Он у меня Был Ну если Я не поставил На эти колеса Обалдеть За счет Этого Уже Нормально Слушай Это вообще Нереально Ты же мог Цеплять Вообще Все же Хочешь Да Вот это Видишь Выбитый Это я Дивально Один из Последних Рейсов Который Делал Слушай Тебе Склонные Рельсы Это же Вообще Пройдем Показано Капец У меня Низкий Но Это Я не знаю Это очень Низкий Да Но ты Такую Себе Не поставишь Нет А понятно Он Приподнимается Конечно Когда он Без груза Но Это Я не знаю 10 сантиметров Есть Где-то Да Здесь Еще Немного Чуть Чуть Сейчас Колеса Влетел Да Да Чуть Чуть Повыше Будет Один Застрял Ты Посредине Где-то Обалдеть Да Ты Просто Завис Да Печаль Я Когда на Кархоле Начинал Работать Тоже Застревал Вообще Жестоко Да Такие Колесики Короче Видно Что они Свежачок Сколько Здесь Тысяч Пять Миль Да Пять От силы Можем Семь Может Б Знаешь У меня Есть Америка Таблетовая Нет От отреда У него Видно Нормально Они Не Сжираются Ничего Или Они Такие Если бы У меня Было Бло Бло И Все Надо Видеть Смысл Да Да Поставлю Да У меня Годиеры Стояли На Старом Моем На Старом Моем Ух ты Воды В них Да Сейчас Сольем Сейчас Может Быть Перевернем Пару Раз Ну Что Такие Годи Ир G399 Да Лэй Шест Не У меня Были Маратон Стояли Немножко Другие Не Говорю Что Про Маратон Маратон Да А Какого Они Года Издания Мне Интересно Made In USA Как Б Не Китай Никакой Должны быть 18 Да 18 46 18 Да Хорошо Да Ну Тут Такие Цифры 46 Я так Понимаю Что 18 Года 46 Я не Знаешь Ну Да А Может Быть Да 4 4 Месяц Я Думаю Что Апрель Да Или Наоборот 4 Июня 18 Года Это Вам Колюшки Будут Ходить Я думаю Главное Чтобы Вибрация Вот Это У меня Ушла И Все Так Сейчас Посмотрим Амортизаторы Плохие Они Уже Да Из-за Которых У Тебя Да Это Я Забрал Короче Плохие Амортизаторы Угу Они Поставили Так Это Вот Плохой Он Не Пометил Видишь Крестиком Я А Ты Их Сам Ставил Или Нет На Дилерский Нет Ну В смысле Сколько Они У тебя Прошли Примерно Да Вот Я Как Вместе С этими Колесами Поставил Вот Эти Новые Гебри Да Ну Колеса Поменял Раньше Амортизаторы Позже Видишь Он Мокрый Сейчас Его Надо Развернуть Слушай Ну Это Очень Странно Потому Видишь Он Потек Шиван Масло Ну Ничего Себе Ребята Насколько Я Знал Что Вот Эти Фирму Засниму А Вот Этот Нормальный Что Именно Гебриэл Флитлайн Вот Эти Они Считаются Самые Одни Из Лучших Амортизаторов Газомасляные Мады Мексико Ну Да Они В основном Все Мексики Вот И Оригинальный Тоже Вольверский Там Все Делает Именно Гебриэл Но Диме Сказали Что Эти Амортизаторы Реально Самые Дешевые Правда Это Или Нет Кто Знает Эту Фирму Именно В Штатах Я не знаю Если Они Ездят В Россию Да Не Спасибо Я Уже Не Хотя Знаешь С колесами Вдогонку Я бы Забрал Чтобы Они Не Мешались Тебе Да Я Забрал Попробовал Но Не Буду Зачем Я Может Быть Просто Дефект И Все Я думаю Что Это Очень Классные Амортизаторы Насколько Я знаю Но Может Быть Дефект И Поэтому Они Потекли Все Может Вот Как На Оригинал Габриэл Самый Близкий К Оригинальным Это Мне Так Говорили Вот Именно Габриэл Вот Эти Желтые Монру Это Все Хлам Они Вообще Улетают Через 20 Тысяч Миль Ну Да Это Оригинал Они Без Маркинга Вообще На них Названия Никого Нет Так Что Все Тиры Загрузили Будем Ставить По Возможности Надо Сейчас Заехать На Дилерскую Купить Сейчас На Дилерскую На Волю Зайду Сразу Себе Возьму Два Амортизатора Передних Это И Все Пойдем Сейчас Поедим На Тракстапе Позавтракаем Да Поехали Дмитрий Поехал На Разгрузку В Массачусет Милфорд На Таком Вот Кабанчике У Нас Дедикаты В основном Парковки Такие Чистят Громадные Именно Предназначен Для таких Дел Ну Или Для Карьерной Работы На Карьерах Троллер Троллер Такой Не Сильно Длинный Даже Сказал бы Коротенький Такой Маневрировать На нем Удобно Но Низкий Нужно Подзастрять Флориды В Флорида Гай Так Что-то Кружит Выезд Получается Стопа Раньше Здесь Выезд Был А Сейчас Нет Там Выезд Чуть Чуть Как бы Это Бывает Давай За тобой Такой Неудобно Чуть Выезд Если честно Смотри Никакой поворот Нет Сейчас Ну да Оверсайз Здесь Направо Экзит Неудобно Неудобно Здесь Ежать А траков Немеренно Смотрите Ребята Коннектик Просто Куча Все Теперь Левее Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok